Десятки звонков поступили на горячую телефонную линию с исполняющим обязанности мэра Бельц Николаем Григоришиным. Прямая линия работала во вторник, 3 апреля, 2 часа. И за это время телефон не умолкал ни на минуту. Вопросы и просьбы были самые разные и касались оказания материальной помощи, отсутствия дорог в частном секторе, работа общественного транспорта и благоустройства. На улице Ксаровска у нас три дома. В этих домах ставят прямо над гроби, вот эти каменные плиты, памятники прямо стоят. И там фотографии людей, и все такое. И даже вот эти цветы, везде висят венки. Это ужас какой-то. Где эконом, знаете? Да. Да, но я не понимаю сейчас, какие воздействия могут на них, если это в частном секторе у них дома. Вот именно, понимаете, я вот почему звоню вам, не хочу писать и это самое. Это ужас какой-то, нам страшно. Я инвалид, у меня шесть операций, и у меня постоянно перед глазами вот эти памятники, вот эти надгробные. Жительница улицы Гечевская попросила привести в порядок дорогу, которую ни разу со времен Советского Союза не ремонтировали. Оказалось, Григоришин не понаслышке знает об этой проблеме. Эта улица до того запущена, и такая грязь, невозможно пройти, проехать ни на подводе, ни на машине, а пешком, если идут люди, держатся за забор, и все забор поломают. Вы знаете, я знаю, вы знаете, я знаю, потому что там мой дедушка покойный жил по улице Гечевской, и там в Советского Союза не было никогда дороги. Я говорю, там в Советском Союзе никогда не было дороги, потому что я был маленький, и меня мой папа водил туда всегда к дедушке. Верите мне, что я знаю, проблема Бельц в дорогах, я уже говорил неоднократно, что это огромная проблема. Если бы 30 лет эти дороги по одной-две дороги в год делали бы предыдущие власти, то я думаю, в Бельцах были бы сегодня дороги. Поступил звонок и о состоянии новой техники, которую купили для муниципального предприятия ДРСУ. Ее приобрел бывший директор Сергей Пчела. Бельчанин поинтересовался, на ходу ли спецмашины. Добрый день. Я могу вам задать вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот по телевизору где-то, как я жарю, что Пчела закупил технику. Да. А она как-то будет использоваться у нас, или она уже никудышная? Он закупил технику бэушную, которая была вся в разборном состоянии. Сейчас находят в склад, чтобы ее восстановить, данную технику. А его посадить в тюрьму. Да, да. Все, спасибо. Да, до свидания. В социальной сети Facebook на своей личной странице Григоришин отметил, что все наболевшие и волнующие людей вопросы, заданные по прямой телефонной линии, имеют статус официальных обращений в местную администрацию. Проблемные ситуации, с которыми столкнулись горожане, займутся специалисты отделов примарии. Исполняющий обязанности мэра Бельц уверен, что чиновники не должны отстраняться от людей. Наладить открытый диалог с ними – их прямая обязанность. Помимо общения с горожанами по телефону, каждый понедельник Николай Григоришин ведет прием граждан. Он проходит в 101-м кабинете примарии с 14.00 до 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok